Представляю вам судейскую бригаду поединка. I'm present to you the officials Re-Inside. Супервайзер WBC Оксана Семенишина, Литва, Литвуэния. Чаджи, суди, Николай Сигов, Россия. Хектор Афу, Панама. Алена Побывайла, Бельджия, Бельгия. Таймкипер, Татьяна Хурсанова, Россия. Рефери, Юрген Лагос, Джемени, Германия. Представляю вам соперников. Let me present you fighters. Introduce the first fighter and the blue corner from Cape Town, South Africa. He is 29 years old. 170, 70, and weighing in 58.64 kilograms. His professional record. 13 wins. 7 wins coming by way of knockout. Синему глу. Боец из Cape Town, Юар. Ему 29 лет. Рост 170 сантиметров, вес 58 килограммов. 640 граммов. Профессиональный рекорд. 13 боев. Во всех одержаны победы. 7 из них knockout'ом. Лунга Сайтпелла. His opponent in the red corner from Ekaterinburg, Russia. He is 25 years old. 165 centimeters tall and weighing in 58.74 kilograms. Number 5 of the WBC. Number 7 of the WBO. Champion WBC International. His professional record. 16 wins. 9 wins coming by way of knockout. В красном углу. Боец из Екатеринбурга, Россия. Ему 25 лет. Рост 165 сантиметров, вес 58 килограммов. 740 граммов. Профессиональный рекорд. 16 боев. Во всех одержаны победы. 9 из них knockout'ом. 5-й номер рейтинга WBC. 7-й номер рейтинга WBO. Действующий чемпион WBC International. Неповештенный Мухаммад Якуба. Okay, gentlemen, you will see for instruction in the dressing room. I expect a clean and fair fight. Protect yourself at any time. And any question? No? Okay. Good luck. Good luck. Good luck. Возраст, рост вес бойцов на наших экранах, естественно, оба уложились в рамки весовой категории первого легкого веса до 59 килограммов на 5 сантиметров выше Унга Сетимела и постарше. Но при всем при этом боксер не битый. 13 побед, 7 побед нокаутом, 0 ничьих, 0 поражений. С августа 2019 года другое дело, что не был на ринге Унга Сетимела. Ну и все бои провел у себя на родине, в Южной Африке. Причем оппозиция была, вот я сейчас смотрю, прямо скажем, не самая выдающаяся. Но в любом случае я не думаю, что есть какая-то недооценка со стороны Мухаммада Якубова, потому что в его положении любая осечка, любая ошибка недопустима. Учитывая, как высоко стоит в рейтинге WBC, 5 место из 15 Мухаммад Якубов, ему сейчас не нужны никакие препятствия на пути к чемпионскому поясу. А именно к чемпионскому поясу, я думаю, что идет Мухаммад Якубов однозначно. О, попадает сейчас слева Мухаммад. Размашистый южноафриканец и Мухаммад из тех боксеров, которые за размашистость могут наказать. Свой предыдущий бой провел Мухаммад в марте прошлого года против мексиканца известного Томаса Рохаса. Выиграл в 12-раундовом бою. Но вот отметим, что по позиции Мухаммада это первый южноафриканец. Были у него мексиканцы, были у него филиппинцы. Было ли не понял даже. А вот южноафриканец первый. Что касается Лунки, то он такой любитель подойти поближе, врезать от души, позарубаться, попрессинговать. Ну, в общем, он достаточно удобный и туристический для Мухаммада Якубова. Мухаммад быстро на ногах. Как мы знаем, техничен, у него хороший тайминг. И при этом очень внимательный в защите еще раз. Синцеменло может ударить. Удар у него есть. Бьет его плотно. Ну и будет прессинговать. В принципе, Якубов уже с прессингерами встречался и знает, как с ними работать. Вот хороший навстречу удар слева от Мухаммада. Вообще, в 59 килограммов, если немножко отвлечься от происходящего в ринге, давайте отвлекусь в перерыве. А пока у нас прессинг со стороны южноафриканца, но такой не особо успешный. Первый раунд. О, хорошо, сейчас хрестнул опять слева Мухаммад Якубов. И еще раз. Очень скоро бой по WBO за звание чемпиона мира между Карлом Фрэмптоном и Гэмэлом Хэрингом. Ну, а вернемся мы к происходящему в ринге. Не забывай про джеб, там были подсказки Мухаммаду Якубову в углу. Ну, Мухаммад не забывает. Еще раз скажу, очень дисциплинированный боксер. Уже опытный, уже хладнокровный. Проходивший дистанцию в 10 раундов полностью целых два раза. И дважды боксировал 12 раундов. Что касается Лунги Сетимелы, то он также дважды проходил дистанцию в 12 раундов. Поэтому здесь, в этих компонентах, спортсмены в паритете. Сегодня такой большой, можно сказать, южноафриканский десант. Целых три спортсмена из этой страны. Лунга второй из трех, кто выступает. В первом был Кос Сибая, но проиграл. Ну и в главном бою у нас Табису Мчуну против Евгения Тищенко. Но об этом попозже и отдельно. Табису Мчуну также Ювар. Смело идет вперед, через джеб. Неплохо встречает его сейчас Якубов. Но вот так, когда сближается, сразу же бьет южноафриканец боковой в корпус. Ну и видно, что не изношен тяжелыми боями. Смело он так даже покрупнее, массивнее смотрится, чем Мухаммад Якубов. Ну и плюс вот этот вот задор проспекта, который не знает коричь и поражений, делает свое дело. А вот сейчас слева хорошо попадает Мухаммад Якубов, перешел в контрнаступление. Неплохо защищается корпусом. Вроде бы длиннее руки у Сетимелы, но при этом Якубов побыстрее. Но очень любит работать в корпус. Южноафриканец, это одна из вот таких коронок. Я видел его поединки. Он как раз таки частенько делает акцент на бомбардировку первого этажа. О, хорошо навстречу на взрыве Якубов. Двух-трехударная комбинация. И вот здесь поплавил, поплавил он южноафриканца. И сам уже отгрузил в корпус. Плохой раунд. Третий раунд из десяти запланированных. Начинается он с того, что пытается прессинговать. Начинает атаки через джеб Лунга Сетимела. Мухаммад Якубов на контратаках. Привычное для Мухаммада дело еще раз отмечу. У нас контравик знатный. Так, стал высоко держать руки Лунга. Потому что, так, периодически выхватывал он левые боковые навстречу от Якубова. Очень много движений на ногах со стороны Якубова. И старается Мухаммад не застаиваться соперникам, что логично. Сейчас так немножко сбавил обороты. Сбавил активность Якубов. Дает поработать все на южноафриканцу. И старается поближе подойти Лунга. Ну вот. Огрызнулся Якубов. Привеснул попал слева. Хорошо. Тот же перехватывает атаку Сетимела. Он по-прежнему верит в свой прессинг и свою ударную мощь. Мне кажется, все-таки, у Мухаммад Якубов не менее покиял. У Мухи есть какой-то свой стиль. Вот неплохо. И по-прежнему на дага, как мне показалось, как не сладко пришлось южноафриканцу от пробужденных ударов. Не забывай по туловищу, подсказывают. Вот здесь, кстати, зацепился была Лунга, но ушел на ногах. Давай боксирует, подсказывают южноафриканцу. Но пока не может толком зацепиться за соперника Лунга. Вытягивает на себя Мухаммад. И, пожалуйста, контратака от Якуба. Хорошо, повело, повело Сетимела. Есть шанс добить южноафриканца. В режиме убийцы работает Мухаммад Якуба. Сетимела подтверждил, что плюха у него есть. Вопрос, насколько восстановился Мухаммад Якубов. И да, вот этот размен в конце, он, в общем-то, уравнял шансы. Ну и, наверное, рубиться с южноафриканцем Якубову не стоит. До накдаунов дело не дошло, но была опасная история с другой стороны. Ну и после вот этого момента, мне кажется, южноафриканец психологически поверил так в себя. И сейчас будет наращивать прессинг. И, конечно же, нужно Мухаммаду быть поаккуратнее. Ну а для Лунги это шанс психологический. Он сейчас на подъеме, он понял, что да, может тоже попасть и серьезно потрясти соперника. Поэтому сейчас будет очень жестко все. Мухаммад решил все-таки показать, что он, что называется, более мощный панчер. Но нужно аккуратнее действовать Якубову. Мухаммад показал, что у Судара у него в порядке. Ну вот, где-то, возможно, специально встает канатом Лунга для того, чтобы его выцелить и мощно хрестнуть навстречу. Левый боковой точно. Джеб от Якубова. Ну а Лунга будет делать ставку на удар справа. Ну и как-то нужно Якубову этот удар нейтрализовать, если хочет Мухаммад выиграть. Что касается Лунги, то Лунга, в принципе, правильно сейчас все делает, прессингует. Работает жестко, постоянно старается держать Якубова в напряжении. Вот опять опасно справа, кстати, попал Лунга в предыдущем эпизоде. Последняя минута четвертого раунда. Ничего еще в этом поединке не ясно. Особенно после драматичной концовки предыдущей трех минутки. Неплохой размен. Ну похоже, что в четвертом раунде парни пришли в себя и тот и другой после. Бокс. Пятый раунд. Лунга Сетимела против Мухаммада Якубова. На кону пояс WBC International в первом легком весе весовая категория до 59 килограммов. Принадлежит он Мухаммаду Якубову. Мухаммад представляет Россию, Таджикистан. И Южную Африку представляет Лунга Сетимела. Попал сейчас Сетимела. Слева джебом, кстати. Но правый не зашел. Да, непростым выдается поединок для Мухаммада Якубова. Хотя на бумаге-то он был фаворитом. Учитывая простой южноафриканца с августа 2019 года. Он не боксировал, по крайней мере, официально. Ну и год не выступал Мухаммад Якубов. Неплохо. Навстречу от Мухаммада. И здесь хорошо подловил, дал промахнуться южноафриканцу и подцепил боковым. Вот дает Якубов сопернику промахиваться. Но за это можно еще и наказывать поездку. Пятый раунд. У нас такие шахматы в ринге. Вот, опять это в опасный удар справа. Откуда африканца. И Мазин. Хорошо слева. Ух, есть нокдаун. Есть нокдаун и есть время у Якубова. Но с учетом концовки третьего раунда лететь шашками на голову не стоит Мухе. Ни в коем случае. Сетимела по-прежнему опасен. Корпус, корпус, кричат, подсказывают Мухе. И он слышит эти подсказки. Но чуть-чуть низковато, да, делать замечание рефери. Якубово. Но мы знаем, что Лунга реваншист, поэтому нужно аккуратней. Аккуратней здесь. Есть! Еще один. Подловил коротким боковым справа, по-моему. Нужна африканца. Мухамат Якубов. Два нокдауна за раунд. Конец. Раунда нет. Якубов не полетит добивать. Мухамат из тех боксеров, которые умеют делать выводы из собственных ошибок. В любом случае, раунд выигран вполне себе разгромно. 10-7. Шестой раунд из десяти запланированных. В пятом раунде дважды попал в нокдауне южноафриканец Лунга Сетимела. Отлично отработал раунд Мухамат Якубов. Ну и шестой раунд. Насколько быстро восстановился спортсмен из Южной Африки. Очень внимательно нужно работать Якубову. Смотря на два нокдауна, у Сетимела все равно еще остается шанс Панчура. И ошибаться здесь нельзя. Ну а для Лунги нужно рисковать, нужно рисковать. Нужно идти вперед. Нужно бить. Нужно работать. У нас уже были ситуации в карте, когда спортсмен после двух нокдаунов, после того, как оказался два раза в нокдауне, побеждал нокаут. Как раз таки, причем это было в этой же весовой категории. Хороший апперкот вправо от Якубова. Подними руки, кричат южноафриканцу. Ходит поближе. Лунга, но промазал. Ушел вовремя вниз от этого удара справа. Якубов попадает сам, но больше по защите. Еще раз. Здесь по защите стал. Стал внимательнее в защите южноафриканец. Вот, смотрите, неплохо сейчас отзащищался уже Якубов. А вставать у канатов не надо Мухамаду. Для Лунги это шанс. Это шанс. Прессингует. Лунга сетемела сейчас. Но гораздо активнее Мухамад Якубов в этом раунде. Не может пока Лунга прицелиться, зацепиться и попасть. Но где-то вот зарядился на мощный удар справа. Возможно, понимает Лунга, что по очкам-то не вывозит он поединок. С учетом предыдущего раунда, который он проиграл 10-7. Поэтому да, наверное, ему нужно рисковать и где-то попытаться подловить Мухамада на удар. Заканчивается шестой раунд. И ждем седьмую трехминутку. Седьмой раунд. Из десяти запланированных Мухамад Якубов против Лунги Сетемелы. Кану пояс WBC International, принадлежащий Мухамаду Якубову. И он у нас пятый в рейтинге WBC. И его соперник небитый южноафриканец. 13 побед. Ноль поражений, семь побед нокаутом. Два года, правда, не боксировал. Ну, почти два года. Но, тем не менее, показал себе очень опасным парнем в этом поединке уже. Несмотря на то, что побывал в пятом раунде дважды в нокдауне. Мы видим, уже восстановился Сетемела. Еще по предыдущему раунду. Опа! Хорошо справа попал сейчас Мухамад Якубов. Сетемела все спушил и перешел в контратаку. На выходе из клинча боковой от Якубова. Боксиру, боксиру, подсказывают Ухамаду. Не надо стоять. Не надо стоять перед Сетемелой. Это опасный парень. Да, он может быть не очень искушенный, но опасный. Тем не менее. Снова хорошо нападает справа боковой Мухамад Якубов. Сетемела идет вперед. Но зацепиться не может потом. Молодец. Якубов в том плане, что быстренько ушел на ногах из-за канала. А вот она, правая пушка. Отсетемела. А вот здесь хорошо проваливает. Якубов соперника. И опять ушел на ногах. Многие кормят не только волков, но и боксеров. Вот так вот я вам скажу. Неплохо. Провалил и перехватил. Вот что подсказывает Ухамаду Якубову. Немножко сплясали ножки, кстати, после этого права бокового навстречу у южноафриканцев. Ухамаду Якубову. Все, вариантов нету. Только победа нокаута. И он пойдет, пойдет вперед, пойдет бить, несмотря на пропущенные удары. Он по-прежнему опасен. Здесь, как предплечье, но в защиту от Мухаммада. Заканчивается раунд. Неплохо, хорошо даже. От Якубова в конце раунда. Восьмой раунд из десяти запланированных. Джеб, 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 джеб. От Мухаммада. Быстро атаки. Левый снизу, Муха, левый снизу. Крути, крути его. Степи, ну, я в чай. Стой перед ним. Ну, здесь потери равновесия была, не было. Здесь нокдауна. Крути его, крути, крути. Крути, крути его. Подсказывают Якубову. И больше выбрасывает жесткий джеб. Подсказывают. Междунафриканцев. Вот справа, кстати, попался Тимела. Еще раз говорю. Этот парень по-прежнему опасен. Нельзя с ним зевать. Руки выше. Не будь безрассудным подсказывать южноафриканцу. Здесь больше потащите удары у Лунги. Отключают Якубов. Хорошо слева попал Мухаммад. Тут же пытается реваншироваться Лунга. И хорошо на скачке. Правый крюк залетает туда. У Мухаммада Якубова. Пытается, пытается преседговать Лунга Сетимела. У него других вариантов нет. Ему нужно выйти на свою дистанцию и жестко зарядить. Другой вопрос, что сделать это сложновато. И сразу же, смотрите, на ногах уходит. Уходит Якубов. Старается не стоять. Отлично защищался. Корпусом Мухаммад. Сетимела в роли полиследователя, но давайте честно, в этом раунде южноафриканцам мало что получаешь. Вроде бы вот он, Якубов. Попробуй попади по нему. Слера снова попадает в Мухаммад. Так он перехватил атаку с соперника. Не стоит, не стоит. Все правильно подсказывает Якубову. Застаиваться перед южноафриканцем. Чревато. И в атаке Мухаммад Якубов под конец раунда. Обменялись крюками парни. Тайм. Предпоследний раунд в поединке Омги Сетимела из Южной Африки и Мухаммада Якубова. Представляющего Таджикистан и Россию. Пошел вперед южноафриканец. И была подсказка совершенно справедливая в углу у Мухаммада Якубова. Не зарубайся с ним. Он только этого и ждет. А как мы видели, ударить Сетимела может. Мечание южноафриканцу. Нужно бить повыше. Левый вразрез от Якубова навстречу. Мы видим, все чаще поднимает так высоко руки южноафриканец. Наглушился он уже этих ударов слева от Якубова. Пытается Лунга втянуть Мухаммада вразмея. Единственный шанс у него в рубке зацепиться и попытаться решить вопрос одним ударом. Пока грамотно работает Мухаммад Якубов и позволяет втянуть себя в этот размен. Перехвата атаки от Якубова, но вовремя он ушел на ногах потом. По корпусу справа попался Сетимела. Опять ему делают замечание, что низко ударил. Не стоит застаиваться. Не нужно застаиваться Якубову перед Сетимелой. Ну а для Лунги это шанс. Как вы знаете, по стоячей мишени попасть легче, чем по движущейся. Цели. Джек от Лунги. Хорошо защищался. Здесь на встречу махит по корпусу слева и боковым голову справа Якубов. Поставляет им чаще промахиваться южноафриканцы. Ну нет, у Мухаммада свой стиль. Никой Сток Пакмини, Пакияо вообще. Хорошо так цапнул слева-справа сейчас Якубов соперника. И финальная трехминутка ожидает нас, дорогие друзья. Финальный десятый раунд. Мухаммад Якубов, Лунга Сетимела на кону пояс WBC International. Первым легком весе принадлежащий Мухаммаду Якубову. В атаке южноафриканец Лунга Сетимела. Хорошо его сейчас встретил Якубов. В пятом раунде дважды побывал в нокдауне южноафриканец. Ну и в общем бой он не выигрывает, но делает максимально конкурентным, насколько может. Еще раз, пока еще, пока нет. А вот сейчас попал, попал справа Сетимела. Шанс для Лунги. И нельзя здесь Якуба узевать. Нельзя, нельзя, нельзя. Ну а Сетимела шанс вытащить поединок только если он нокаутирует соперника. Хорошо слева попадает сейчас Якубов. Не зарубаться. Кричат Мухаммаду боксировать. Размен, наверное, это единственный шанс для Сетимела зацепиться и жестко-плохно попасть. В плане бокса Якубов получше. Но они без проблем, конечно. Сетимела пока бой не закончился, все еще сохраняет статус не битого боксера. 13 побед, 7 нокаута на его счету. Такой тактический клич со стороны Мухаммада Якубова. На выходе из клинча. О, хорошо подловил, провалил тут же двоечку точно от Якубова. И еще раз попадает Мухаммад. Последняя минута раунда. Ну и сейчас будет рисковать. Изна Африканец. Его единственный шанс вытащить бой. Попытаться откаутировать соперника. Но время работает на Мухаммада. Попал сейчас Якубов. Тает время. Заканчивается 10 раунд и поединок. Последние секунды боя. Попал слева по корпусу Якубов. Не дает прицелиться. Не дал прицелиться он в Сетимеле. Ждем решения судей. В этом местами очень напряженном сражении. Итак, по окончании 10 раундов обратимся к судейским запискам. После 10 раундов, мы идем к суду. Судья Николай Сигов. 99-89. 99-89. Алена Побывайла. 99-90. 99-90. Судья Лунга Ситнера. 97-91. 97-91. Единогласным решением судей. Мухаммад Якубов. И победителем. И победителем. Единогласным решением судей. И победителем ВВСЕ-Интернациональной. Мухаммад Якубов. Мухаммад Якубов! Купик. Продолжение следует...